МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует еженедельная итоговая программа «События недели» на канале Архез 24. Главные события минувших 7 дней в Карачаево-Черкесии вам представят наши корреспонденты и я, Мадина Бачаева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Готовьте маски. В связи с продолжающимся глобальным распространением коронавируса главный санитарный врач России ввел в стране масочный режим. Каникулы будут две недели. И давайте мы дату обозначим первоначально. Это 15 ноября. Школьников на каникулы, работников на удаленку. Меры ужесточены и на региональном уровне. Глава Карачаева-Черкесии озвучил их на очередном заседании оперативного штаба. Ответ коронавирусу в связи с необходимостью в новых койко-местах в республике возобновляют работу инфекционные госпитали, до этого момента числившиеся в резерве. Пережившие коронавирус в приоритете региональных властей создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики. Знание силов. Карачаева-Черкесии начал работу первый мобильный технопарк. Кванториум-09. На неделе главный санитарный врач России Анна Попова ввела в стране всеобщий масочный режим. Таким образом, ношение масок будет обязательным в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. За невыполнение этого требования может последовать административной ответственности штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, от 50 до 150 тысяч для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц. Протоколы по данным статьям могут составлять сотрудники полиции и Росгвардии, а рассматривать дело будут в суде. Как пояснили в Роспотребнадзоре, ношение защитной маски обязательно в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Также постановлением главного санитарного врача вводится запрет на оказание услуг общественного питания и зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время с 23.00 до 6 утра. С каждым днем количество инфицированных растет и в нашей республике. При опросе заболевших выясняется, что в 80% случаев люди сообщают о нарушении ими масочного режима, в 50% сообщают о посещении массовых мероприятий. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первую очередь заражаются члены семьи и близкое окружение. В связи с этим глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ об усилении ограничительных мер для снижения рисков распространения коронавируса. Принятое решение руководитель субъекта озвучил в ходе совещания с членами оперативного штаба, главами администрации городских округов и муниципальных районов республики. Какие решения были озвучены в ходе заседания? Подробности в нашем материале. Эпидемиологическая ситуация в России, в частности в Карачаево-Черкесской республике, остается сложной. Нежедневный прирост заболевших в регионе порядка 90 человек. Растет и число госпитализированных. В связи с этим глава Карачаева-Черкесской республики Рашид Тимрезов провел совещание с членами оперштаба и главами городов и районов. В ходе встречи руководитель регионального управления Роспотребнадзора отчитался о состоянии в районах республики на сегодняшний день. Больше всего заболеваемость у нас регистрируется в городе Черкесске. 286 на 100 тысяч населения. На втором месте идет Жигутинский район, 140. На третьем месте Хабецкий район, 86. Дальше Малокарачаевский, 72. Дальше идет Ногайский район, 71. Дальше Зимичугский, 55. Карачаевский также 55. Адрихабльский, 52. Абазинский, 31. Прикубанский, 29. И меньше всего у нас в Рубском 16%. Ну и другие регионы 2%, которые у нас тоже сдавали исследования и мы зарегистрировали. В свою очередь министр здравоохранения республики доложил о состоянии коечного фонда Карачаева-Черкесии и готовности медучреждений к приему новых пациентов. Мы разворачиваем еще госпиталь на 200 коек и идет подготовка к развертыванию госпиталя в городе Карачаевске на 150 коек. Итого общая коечная мощность будет доведена до 1250 коек. Это порядка 33% коечного фонда республики. В среднем по России она от 18 до 22%. Выслушав доклады руководителей, глава Карачаева-Черкесии озвучил принятые решения по недопущению дальнейшего распространения инфекции для сохранения здоровья и жизни жителей республики. Так, в частности, осенние каникулы для школьников будут продлены с 7 до 14 дней. Двухнедельные каникулы стартуют 2 ноября. Каникулы будут 2 недели. И давайте мы дату обозначим первоначально. Это 15 ноября. Но я предлагаю, чтобы главы городов и районов сами смотрели по ситуации, по садикам и принимали решения. Соответствующее распоряжение мы, в принципе, выпустим и вам направим. Также мы в связи с напряженной ситуацией рекомендовали со 2 ноября текущего года перевести на дистанционный режим обучения студентов наших высших учебных заведений и СУЗов. Также со 2 ноября 2020 года, согласно указу главы Крачао-Черкесской республики, всем работодателям необходимо организовать перевод не менее 30% работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. При этом режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет. Здесь бы я рекомендовал вам посмотреть и где-то начать со своих муниципальных учреждений. В принципе, мы это с вами весной, в начале лета уже проходим. Вместе с тем, на две недели со 2 ноября приостанавливается деятельность всех залов торжеств по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий. Как мы с вами уже отметили, именно массовые мероприятия, свадьбы, торжества иные, они приводят к таким, становятся очаговым распространением болезни. И все мы с вами прекрасно знаем, республика небольшая, после определенных там торжеств, семейные очаги заражения и всплеск у нас конкретно после таких торжественных мероприятий. Кроме того, глава региона поручил ответственным органам усилить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в местах массового скопления людей, в организациях общественного питания и в общественном транспорте. Рашид Темрезов также поручил Министерству здравоохранения Карачаева-Черкесии обеспечить и проконтролировать выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты для медработников. Вот здесь бы я тоже вас попросил взять этот вопрос на контроль наличный совместно с главными районными и городскими врачами, чтобы мы четко понимали, особенно сами знаете, той категории граждан, которая нуждается, чтобы они оперативно получали и лекарственные препараты, и помощь врачебную, амбулаторную. И вот то, о чём Казим Мазарит Алис сказал, хотел бы вас попросить, чтобы вы ещё усилили транспортом медицинские учреждения, которые выезжают сегодня на вызовы. В завершении совещания Рашид Темрезов подчеркнул, что только при неукоснительном соблюдении всех мер, координации сил органов власти, правоохранителей, медицинского сообщества и, самое главное, наших граждан, можно стабилизировать эпидситуацию. Общее количество инфицированных с начала пандемии в регионе перевалило за 9,5 тысяч человек. Чтобы снять нагрузку с врачей, работающих сегодня в инфекционных госпиталях, в республике возобновляют работу лечебные учреждения, до этого момента числившиеся в резерве. Наш корреспондент Дарья Назарова побывала в красной зоне ковид-госпиталя на базе Карачево-Черкесской республиканской клинической больницы и своими глазами увидела, что же там происходит. По сторонним вход запрещен, строжайший контроль и постоянная суета. Такова обстановка за порогом красной зоны ковид-госпиталя, вышедшего из резерва чуть больше недели назад и с каждым днем принимающего новых пациентов. Из 80 развернутых здесь коек, пустых осталось всего десяток. Хусей Семенов попал сюда с 30-процентным поражением легких, высокой температуры и низкой сатурацией. Сейчас же у мужчины показатели хорошие, за что он благодарит врачей, которые признаются больной, буквально вытащили его с того света. Врачи очень внимательно смотрят, постоянно утром, вечером, постоянно в обед приходят, смотрят. И вот что плохо, мы их не знаем, чтобы отблагодарить, вот пришли как вы в маске, а кто, что, как. Нам бы поблагодарить их за такую работу их, очень тяжелая у них работа, очень тяжелая. Но нам помогают они очень-очень сильно. И с тех пор уже очень хорошо я пошел на поправку. Именно люди старше 50 лет и становятся в основном пациентами ковид-госпиталя. Они поступают с целым букетом симптомов. Сухой кашель, затрудненное дыхание, поражение легких. А в придаче еще и набор сопутствующих заболеваний. В состоянии в основном средней тяжести и тяжелые пациенты, у которых дома сатурация, возможно, меньше 93-х наблюдаются. Они все обследованы с положительными мазками и проведенные компьютерной томографией с объемом поражений чаще больше 20%. Если сравнить с той волной, наверное, все примерно то же самое. Скорее всего, мы стали более опытные, можно сказать. И примерно понимаем, по какой динамике все должно течь. В какой момент ожидать ухудшения и в какой момент ожидать улучшения. И, соответственно, это мы принимаем шаги немного раньше. О том, насколько вторая волна коронавируса похожа на первую, можно судить по количеству больных в реанимации. Здесь повсюду кашель, тяжелое дыхание больных и писк работающих аппаратов ИВЛ. Многие пациенты здесь нуждаются в кислородной поддержке. Оснащение. Есть неинвазивные аппараты и инвазивные. Инвазивных аппаратов у нас около шести. Неинвазивных – десять аппаратов. Надеемся, что они не понадобятся, но на данный момент оснащения хватает. После первой волны эти аппараты сохранились, так как они были в резерве. Так мы сейчас их используем. По словам врачей, оборудованием, сизами и лекарствами их госпиталь полностью обеспечен. Огорчает только возросший поток пациентов. Люди перестали соблюдать меры предосторожности, уверены врачи. Ася Баташева предполагает, что заразилась во время поездки в другой город. Вернулась домой и тут положительный тест. Верить в болезнь женщина отказывалась до последнего. Носить, пожалуйста, масочный режим, соблюдать дистанцию – это очень тяжелая болезнь. Кто это перенес, может, люди некоторые верят, не верят, но это очень тяжело. А вы все время верили? Да, я верила. Все равно, как это получилось, не знаю, откуда. Ситуация тяжелая, признаются медики. Врачи, медицинские сестры, санитары. В этих скафандрах они буквально валятся с ног. Коронавирус откорректировал их привычный график. Нарушил сон, режим питания, изолировал от семьи. Медсестру Зухру и Диеву дома ждут трое детей и муж. Но она не может их увидеть, потому что спасают чужие жизни. Впрочем, это не первая их разлука. Зухра работала в госпитале еще во время первой ковидной волны. Я сама работаю внеотложки, так как я работала всегда с тяжелыми и средней тяжестями. Поэтому решилась проверить себя в госпитале, помочь, когда знаешь свое дело, не хочется сидеть в сторонке как-то, помочь каждому. Ну, до конца, надеемся, пройдет эта пандемия. Как Аллах даст, не знаю, что будет завтра. Возвращение к семье – больная тема здесь для каждого медика, которые в один голос говорят, что будут работать до последнего пациента. А это случится только тогда, когда все жители Карачаила, Черкесии будут соблюдать меры безопасности, а иначе за дверями красной зоны врачи будут жить постоянно. Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архиз 24. Более подробно об эпидемиологической обстановке в регионе за минувшую неделю, об ожидаемом эффекте от новых ужесточающих эпид-мер нам рассказал в интервью министр здравоохранения Карачаила-Черкесии Казим Шаманов. Здравствуйте, Казим Азриталевич. Хотелось бы сегодня наш разговор начать с того, чтобы вы нам рассказали, какова сегодня эпид-обстановка у нас в республике. Здравствуйте, спасибо за то, что даете возможность нам пообщаться через вас с нашими дорогими жителями. По эпид-обстановке могу сказать, что она достаточно сложная, достаточно серьезная, чтобы сейчас мы все мобилизовались, все взялись в руки свои эмоции, и задача перед нами стоит одна, перед всеми, без исключения, защита себя, защита своих родных, близких и тех, кто нас окружает. Для этого последний указ главы по тем мерам ограничения, которые приняты, это достаточно лояльные меры, но эффективные. Эти меры нам позволяют не, как сказать, правильно не шокировать нашу экономику, но в то же время дать возможность людям себя защитить. Это те меры, которые вот, вы все, наверное, прочны, продмены на недельную каникул, масочный режим. Поэтому, если есть возможность, не менее 30% на дистанционку в тех предприятиях, у кого есть такая возможность, и ряд других мер, особенно по контролю за выполнением, все это, все это даст нам возможность, вот так, чтобы мы считали, что сегодня мы на пике. Если мы сейчас этого не сделаем, на сегодняшний день у нас в больницах 767 человек лежат, это достаточно большая цифра. Если у нас максимальное количество коек, которое было в начале пандемии, в пик этой пандемии было 940, из них 140 коек, 150 в Джигутинской больнице, мы так ее не открыли, то на сегодняшний день мы вот сейчас готовим к открытию Северный госпиталь на 200 коек. В общей сложности у нас уже готовы 1100 коек. Это почти на порядок больше, чем у нас было в начале. Но запас прочности здравоохранения не бесконечен. Все, что от нас зависит, все, что от нас зависит, мы будем делать. Но очень многое зависит от наших с вами земляков, как мы себя сейчас будем вести в этот период. Достаточно серьезное заболевание, мы все видим. Да, слава богу, большая часть заболевших переносит или бессимптомно, или в легкой форме. Это очень хорошо, это очень большое подспорье. Представьте, если на сегодняшний день вы видите, что по количеству заболевших мы уже достаточно в передовых позициях, то если бы они все бы нуждались в госпитализации, то весь коечный фонд республики был бы занят только одним заболеванием ковидом. Но если мы сейчас не будем соблюдать меры безопасности, в конце концов у нас должен инстинкт самосохранения сработать. Слава богу, у человека он есть. Вот он должен сработать и помочь нам защититься. И я думаю, что вместе все мы победим. Но только это будет вместе. А обстановка достаточно очень напряженная на сегодняшний день. Как сейчас организована работа в ковид-госпиталях? Когда только коронавирус попал на территорию Карачаева Черкесской республики, мы определили, что госпитализацией в ковид-госпиталях будет заниматься специальная комиссия. Руководитель этой комиссии заместитель министра здравоохранения Кипкеева Тамара Усмановна, который уже не один месяц несет на себе эту ответственность. Если вы видели, когда вопросы возникают в других регионах, что скорые ездят по 5-10 часов, не могут человека положить в госпиталь, вот чтобы этой ситуации не было, вот чтобы четко человек, который знал, в каком госпитале есть места, и не просто места, где нужна кислородная поддержка, где нужна реанимационная уже помощь, где нужны просто места, где беременная, где человек, которому помимо ковида нуждается еще и в других оперативных мешать, если или в другом лечении. Очень много вопросов возникает, там гемодиализные больные, там с другими патологиями больные. И вот очень большая ответственность лежит по маршрутизации, по правильной госпитализации данных пациентов. Поэтому коллапса у нас нет. Да, человек может в скорейте скорой помощи просидеть определенное время, пока его госпитализируют. Но для госпитализации иногда нам приходится того, кто только поступает, сделать КТ ему. Если он без КТ приехал, ряд анализов сделать, записать просто данные. И вот это занимает определенное время, я понимаю, люди нервничают. Но это не часы. Это не часы, как где-то ждут часами и не могут попасть. Это как организован прием был. По самим ковидным госпиталям в основном там работают уже те люди, которые отработали и вначале, уже месяцами. Есть у нас сотрудники, и их немало, которые уже по 5-6 месяцев работают в госпиталях. Уже имеют колоссальный опыт работы с пациентами. Это достаточно высококвалифицированные уже люди, с большим опытом работают и врачи, и средний, и младший медперсонал, и наши дезинфекторы. Я считаю, это одни из наиболее подготовленных. Вот в СКФО и собрать, то я думаю, в СКФО это одни из наиболее подготовленных работников. Что касается снабжения наших госпиталей, на сегодняшний день, это обязанность руководителей и СИЗы, и медикаменты, без ограничений они имеют право приобретать руководителей лечебных учреждений по надобности. И запас средств защиты в некоторых госпиталях колеблется от двух недель до месяца. Запас лекарственных препаратов также есть. Основных лекарственных препаратов, которые используются в госпиталях и которые рекомендованы Минздравом Российской Федерации, он есть. Конечно, есть препараты достаточно дорогие и которые дефектура существует на фарм рынке всей России, но эти вопросы тоже решаем. Конечно, хотелось бы быстрее, но недостатка финансирования наших стационаров на сегодняшний день нет. И хочу повториться, она находится в снабжении, качестве оказания услуг на ежедневном контроле у главы республики. Ежедневно утром мы докладываем по ситуации, по эпидситуации в Карачаево-Черкесской республике. Расскажите, нет ли сейчас нехватки медикаментов для амбулаторных больных? Для амбулаторного звена крайняя версия вышла буквально позавчера, девятая версия. Там ряд препаратов убрали, ряд препаратов добавили. Ну, в основном все осталось. Запас препаратов у нас, часть препаратов у нас есть, часть препаратов мы сейчас будем докупать. В кратчайшее время, это буквально в течение нескольких дней мы будем приобретать данные препараты. Можно ли заразиться COVID-19 повторно? Очень большие сомнения у меня вызывают, вот когда говорят, вот я второй раз заболел. Я связываю это с тем, может не до конца правильно у нас была диагностика в первый раз, либо второй раз. Может быть, все может, да, это не исключается. И многие переболевшие не имеют антител, которые в легкой форме перенесли. Если человек не имеет антител, значит, как бы он теоретически может заразиться повторно. И повторное заражение, как пишут некоторые мои коллеги, оно проходит в более тяжелой форме. Да, я не исключаю этих. И такие недостаточно доказанные факты у нас и в республике есть, и те, кто лежал в первую волну, там, вот сейчас попадаются те, которые... Ну, вы знаете, это все вызывает вопросы, в первую очередь вопросы к нашим старшим коллегам, потому что если у человека иммунитет не вырабатывается, иммунитет кратковременный, есть ряд вопросов, тогда люди не должны расслабляться, и те, кто переболел. Нет ни одной методики, которая стопроцентно говорит, что это лечит ковид. И нет у нас сегодняшний день ни одного лекарства со стопроцентной доказанностью, что она полностью, вирус уходит. Есть препараты более или менее более действенные, более эффективные при этом, но они работают. Мы вместе. Именно так называлась российская акция, призванная помочь нашим согражданам, попавшим в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Крачево-Черкесия присоединилась к этой акции в марте. На помощь пострадавшим землякам пришли сотни добровольцев. И вот на протяжении недели в разных трудовых коллективах они были награждены грамотами и медалями за бескорыстный вклад в дело борьбы с коронавирусом. Наша съёмочная группа побывала на одной из церемоний награждения. Не секрет, что пандемия коронавируса повлияла на жизнь миллионов людей. В первую очередь негативные последствия ощутили так называемые незащищённые слои граждан. Это пожилые люди и инвалиды, а также медицинские работники и люди, потерявшие работу. Им на помощь в это непростое время пришли те, кто был готов оказать им бескорыстную поддержку. За прошедшие несколько месяцев волонтёры в Крачево-Черкесии вели работу в самых разных направлениях. Оказывали материальную и психологическую поддержку, давали юридические консультации, помогали с бытовыми делами, развозили маски и медикаменты, снабжали продуктовыми наборами. О неоценимом вкладе волонтёров в дело борьбы с новой коронавирусной инфекцией во время торжественной церемонии говорил и директор Центра гражданской защиты Борис Билайпанов, который подчеркнул, что благодаря слаженной и самоотверженной работе добровольцев удалось минимизировать негативные последствия пандемии. «Хочу от лица всего единого информационного центра, который работал по поручению главы нашей республики, службы 112, сказать вам очень большое спасибо за ту работу, которую выполняли. За весь период пандемии, который уже прошёл, то есть с начала апреля, по сегодняшний день уже около 7 месяцев, наша горячая линия приняла более 17 тысяч вызовов. Из этих 17 тысяч вызовов, более 8 тысяч вызовов было переадресовано на единый волонтёрский штаб. То есть практически половину вызовов отрабатывали вот вы здесь сидящие». Участниками акции «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии стали около 800 добровольцев, полсотни некоммерческих организаций и предприятий. Среди волонтёров люди разных возрастов и профессий. Например, Ирина Корнева на момент начала пандемии была ещё студенткой. Но, несмотря на это, нашла возможность нести посильную лепту. «Я сидела в штабе, принимала звонки, также была на развозке продуктов, когда предоставляли единоразовую помощь. Покупала лекарства, покупала продукты за счёт именно заявителей, оплачивала услуги ЖКХ. Ну то есть, в общем, чем занимался штаб, везде бывало». А вот Ханафи Хасанов в начале апреля, как и большинство граждан, оказался на самоизоляции дома. Но спустя пару недель не смог игнорировать многочисленные просьбы о помощи своих земляков. И присоединился к работе благотворительного фонда «Самира». «В мои обязанности входила развозка лекарств. В одно время я развозил кислородные концентраторы по медицинским учреждениям. Позднее мы занимались бесплатным тестированием для малоимущих семей. Я отвозил наборы с образцами в лабораторию, привозил пустые наборы, отвозил лекарства. И это всё продолжалось до конца июня». С каждым днём волонтёрская деятельность в России приобретает всё большую актуальность. А пандемия коронавируса лишь показала наглядно, насколько самоотверженные и добрые люди живут в нашей стране, и в частности в Карачаево-Черкесии. Ведь порой самая незначительная, на первый взгляд, поддержка может сыграть решающую роль в самой сложной ситуации. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз-24. Изменения в республиканский бюджет и законодательство Карачаево-Черкесии внесены накануне в ходе очередной сессии Народного собрания. Всего парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. После уточнения объёма безвозмездных поступлений из федеральной казны общий объём доходов республиканского бюджета на 2020 год составил 32 миллиарда рублей, благодаря чему в бюджете были увеличены расходы на социальные выплаты безработным гражданам, на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, на организацию бесплатного горячего питания в начальных классах. Также парламентарии проголосовали за ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Также законодательно установлен запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих жиженый углеводородный газ, такие как газовые зажигалки и заправочные баллоны любой ёмкости. Законопроект, уже принятый в двух чтениях, обязывает продавцов отказывать в продаже товаров, содержащих жиженый углеводородный газ несовершеннолетним покупателям. Ещё в апреле 2019 года по инициативе главы республики Рашида Борисовича Тимрезова мы одними из первых в Российской Федерации приняли закон, запрещающий вот эти никотиносодержащие табачные изделия несовершеннолетним. И лишь в текущем году был принят федеральный закон, который гораздо ужесточил ответственность. Теперь, значит, будет применяться ответственность по кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. Для примера могу сказать, что ответственность для граждан установлена от 20 до 40 тысяч, на должностных лиц от 40 до 80 тысяч и на юридических лиц от 150 до 300 тысяч рублей. То есть достаточно сурового мера наказания. Я думаю, оно того стоит, потому что это касается здоровья наших детей. Знание – сила. А мобильное знание – это сила, доступная вдвойне. В Карачаево-Черкесии начал работу первый мобильный технопарк «Кванториум-09» – структурное подразделение Центра дополнительного образования детей. Инновация эта стала возможной благодаря участию региона в федеральном проекте «Успех каждого ребенка». Своё путешествие по образовательным учреждениям Зеленчугского и Урупского районов «Кванториум» начал со школы номер один в станице Зеленчугской. Торжественное открытие передвижного технопарка в сюжете нашего корреспондента. Запуск мобильного технопарка «Кванториум-09» в нашей республике стал возможен по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации, когда Карачаева-Черкесия получила субсидию из федерального бюджета на реализацию этого проекта. Министр образования и науки Карачаева-Черкесской Республики Инна Кравченко уверена, что новейшие технологии, представленные в «Кванториуме», значительно улучшат качество образования и помогут школьникам Республики раскрыть свои таланты. Дорогие ребята, вы научитесь и познаете современные инженерные профессии, научитесь реализовывать свои мечты и идеи благодаря высокотехнологичному оборудованию, которым наполнен сегодня этот мобильный «Кванториум». Я желаю вам успехов творческих, технических, быть всегда жадными и интересными на знания. Сам «Кванториум» представляет собой детский технопарк на базе автомобиля «Газон Некст». Он оборудован по последнему слову техники и предназначен для перевозки учебного оборудования, а также комфортной поездки педагогов по школам Республики. Обучение в самом «Кванториуме» рассчитано на учеников с пятого по одиннадцатый классы. Образовательная программа разбита на три направления. Первая – виртуальная дополненная реальность и IT-технологии. Детей помладше мы обучаем основам программирования, понятиям переменных, условных бетвлений. Далее мы изучаем различные алгоритмы, структуры, андроид-разработка, а также разработка программ для интернет-вещей. То есть это различная бытовая техника, которая может подключаться к Wi-Fi, взаимодействовать, управляться через телефон. Для седьмых, восьмых классов у нас предусмотрена разработка дополненной реальности, виртуальной. Ещё одно направление, вызвавшее бурный интерес у школьников – геоинформационные и аэротехнологии. На первом же занятии ребятам объяснили принцип работы коптера и даже дали попрактиковаться в его управлении. Вообще в первый раз я узнала, как им управлять. Достаточно простое управление, примерно как в играх. Будешь ходить? Ну да, буду. Мне прям нравится. Для педагогов-наставников восторженная реакция детей не стала сюрпризом. Алибе Калиев, как и пять его коллег, прошёл обучение в Сколково и полностью готов к работе с детьми. Каждое занятие подведено отдельной теме, которую мы будем разбирать. То есть это будет определённая тема по гео-направлению, потом по аэро-направлению. То есть гео-направлению мы будем изучать карты, как пользоваться картами, как с ними работать, как их создавать и преобразовывать в 3D-модели. С аэро всё более, чуть-чуть поинтереснее. Не менее интересным для детей стало и направление робототехники и промышленного дизайна, на которое пришли и желающие собрать собственного робота. У нас будут акценты на наборы лего. Они будут учиться его собирать, далее программировать. Далее мы будем учиться рисовать, это всё переносить на компьютер, специальная программа, и через компьютер мы будем создавать 3D-модель. Первая неделя работы мобильного технопарка предусматривает как теоретические занятия, так и непосредственное знакомство с оборудованием и различными компьютерными программами. Обязательным этапом станет реализация собственных детских проектов. До конца года учениками Кванториума смогут стать все учащиеся образовательных учреждений Урупского и Зеленчукского районов. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архиз-24. 2020 год, несомненно, всем нам запомнится надолго. И не только глобальным распространением коронавирусной инфекции, но и последствиями этой пандемии для экономики и общества. Сильный удар был нанесен вирусом по сфере предпринимательства. Многие предприятия из ограничительных мер вынуждены были прервать свою деятельность или вовсе закрыться. Но многим удалось выдержать удар, приспособиться к новым условиям и продолжить работу. Одно из них – предприятие по переработке древесины в поселке Метногорске Урупского района. К слову, вопрос развития в регионе реального сектора экономики и создания новых высокотехнологичных рабочих мест не так давно обсуждался в ходе беседы президента Владимира Путина с главой Карачева-Черкесии Рашидом Темрезовым. Ренат Ибрагимов продолжит тему. Айрат Баткаев – столяр не по профессии, а по призванию. Более пяти лет он работает на производстве по переработке древесины. В его руках обычное бревно превращается в заготовку для будущей мебели. Он не скрывает радости, что его умение пригодилось в родном поселке. Ему не пришлось уезжать в поисках работы за пределы района, а то и республики. Я работаю уже более пяти лет здесь, изготавливаю МЧМЗ, черновая мебельная заготовка. Работа мне нравится, то есть не надо никуда уезжать, оставлять семью, детей, недалеко от дома, все хорошо. Заработная плата хорошая. Предприятие, на котором трудится Айрат, на рынке с 99-го года. За эти годы были взлеты и падения, но несмотря ни на что производство работает и даже расширяет обороты. В 20 лет мы здесь работаем. Начинали с маленького производства, оно там на заднем плане, делали паркетную заготовку. Вот постепенно выросло в такое предприятие, где у нас несколько пилорам. Это сушильный комплекс здесь. Что мы производим? Производим заготовки всевозможные, доски различного значения и кухонных фасадов, и мебели. Были в цеху, где мы делаем щиты уже мебельные, готовые производства. Предприятие оснащено всем необходимым оборудованием, что позволяет производить широкую линейку изделий, напольное покрытие, всевозможные мебельные заготовки. А еще это производство безотходное. Обрезки и опилки тут тоже идут в дело. Это паровой котел, который мы используем для обогрева сушильных камер, для сушки девясины, также для обогрева помещений бытовых и прочих. Мы немножко модернизировали его, и теперь можем для виде топлива использовать сырую опилку. Тепла хватает, и, в общем-то, производство наше, можно сказать, безотходное. Из пусковых отходов мы делаем уголь, опилку мы сжигаем, получаем тепло для обогрева. Стабильное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства также обсуждали на недавней встрече президента Владимира Путина с главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым. Глава региона отметил, что основное преимущество такого развития – создание новых высокотехнологичных рабочих мест. У Евгения Солонцева на предприятии работает порядка 20 человек. В период кризиса без потерь не обошлось, но сейчас здесь открыты новые вакансии, и бизнесу нужны новые люди. До пандемии работало побольше. Конечно, не смог я сохранить численность, хотя и старался. Перебой с лесом, и, в общем-то, вот эта обстановка со сбытом, конечно, сказалась. Начался небольшой отток. Всех желающих принимаем, кадров не хватает нам, готовы всех устраивать. Несмотря на все сложности и тяжелый период для малого и среднего бизнеса, многие предприниматели остаются верными своему делу. Умение приспосабливаться к новым условиям позволит их предприятиям оставаться на плаву. А государство всячески им в этом помогает. Ринат Ибрагимов, Олег Молхожев, Архиз 24. С началом отопительного сезона в Республике в редакцию нашего телеканала поступают звонки с жалобами. Отопительный сезон начался по поручению главы региона раньше календарного срока, но в отдельных домах тепла все нет. Тут, конечно, стоит разграничить. К теплу раньше всего подключили социальные объекты – больницы, детсады, школы и другие. Далее планомерное отопление включили и в жилых домах. Но если в вашем доме тепло есть у соседей, а у вас его нет, то это, конечно же, повод разобраться. И поиски решения проблемы правильно будет начать со своей управляющей компании. Так, впрочем, и сделала героиня нашего следующего сюжета. Нина Муковос не может нарадоваться наличию отопления в ее комнате. Еще пару дней назад ей приходилось укрываться всеми одеялами, что есть в доме, лишь бы не замерзнуть. При этом отопительный сезон начался по графику во всем городе. Но проблемы с теплосетями в данном доме не позволяли подать тепло вовремя. С некоторой задержкой на управляющая компания решила вопрос, относящийся к сфере ее компетенции. И отопление в квартиры жильцов удалось подать. Были холодные батареи, было очень холодно. Люди, которые на солнышке, там вроде еще терпение лима было. А на моей стороне кто живет. Вот, было холодно. Очень было холодно. Я двумя одеялами укрывалась. Вот. А сейчас как дела обстоят? А сейчас хорошо, тепло, батареи включили, тепло. Между тем, дом Нины Муковоз не единственный, куда тепло не поступило вовремя. Звонки с просьбой устранить аварийную ситуацию раздаются в диспетчерскую тепловых сетей с самого начала отопительного сезона. Но при разборе каждой ситуации опять-таки выясняется, что подавляющее большинство из них – это сфера ответственности управляющих компаний. Теплосети отвечают за исправность тепловых сетей лишь до внешней стены здания. Вообще обращения поступают в нашу аварийно-диспетчерскую службу довольно часто по разным вопросам. Не протапливается отдельная батарея в комнате, не протапливается стояк системы отопления, вообще отсутствует горячая вода. Данные ситуации все возникают по причине неправильного распределения тепловой энергии. При открытии водных задвижек в тепловом пункте дома зачастую возникают воздушные пробки, что и препятствует подача отопления в отдельный стояк или конкретную батарею. Управляющим компаниям необходимо в период буквально где-то двухнедельный срок наблюдать за каждым домом, вытравливать в верхних этажах воздух. Но у нас то уехали представители последних квартир, то не могут добраться. То есть эту работу, можно сказать, своевременно не могут выполнить управляющие компании. Словом за исправность внутридомовых инженерных сетей отвечает управляющая компания. При возникновении проблем обращаться необходимо напрямую в управляющую компанию. И только в случае, если дом перешел в товарищество собственников жилья или товарищество собственников недвижимости, обратиться можно напрямую в теплосети. Напрямую могут отзваниваться в нашу аварийно-диспетчерскую службу, после чего будут приняты соответствующие меры. То есть это либо специалисты выезжают на объект, выполняют осмотр, детально делают дефектную ведомость по мерам, которые необходимо устранить, после чего заключаются договорные отношения между ТСН и его тепловые сети и выполняются, соответственно, работы. А если управляющая компания по какой-либо причине отказывается выполнять ремонтные работы, жильцы могут обратиться в управление Государственного жилищного надзора республики с жалобой. В свою очередь работники Госжилнадзора выдают УК-предписание с просьбой устранить неполадку в ближайшее время. Алина Гидиева, Далиль Мирза, Архыс, 24. Карачаево-Черкесия заняла второе место в топ-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельхозорганизациях России. Рейтинг подготовил аналитический центр «Милк Ньюз», занимающийся исследованиями молочного рынка. Топ-10 регионов по приросту молочной продуктивности возглавляют город Москва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Как сообщает аналитический центр «Надои молока на одну корову» в сельхозорганизациях, кроме микропредприятий, в январе-сентябре 2020 года оказались выше уровня того же периода за 2019 год на 6,4%. Но и осенью этого года, судя по всему, Карачаево-Черкесия окажется в лидерах по продуктивности животноводства. Сезон выпаса скота на отгонных пастбищах прошел успешно и на неделе объявлен закрытым. Завершена откачевка скота высокогорных пастбищ к местам зимнего стоилого содержания. Всего на землях отгонного животноводства в нынешнем сезоне было сосредоточено свыше 1,3 млн голов домашних животных. Как прошла откачевка скота в Зеленчугском районе на примере одного из хозяйств, расскажет наш корреспондент Мадина Лайпанова. Мурадин у русов вот уже 30 лет занимается животноводством. В хозяйстве фермера есть несколько десятков лошадей карачаевской породы, а также 40 голов крупного рогатого скота. Ежегодно с приходом тепла Мурадин отправляет свой скот в Высокогорье, где с самой ранней весны до поздней осени цветут альпийские луга. Туда, где горный воздух, свежая трава и чистая вода. В общем, все необходимые составляющие для получения экологически чистого мяса и молока. И уже в сентябре и октябре с приходом заморозков в весь скот возвращается к местам зимнего содержания. На летние выпаса я поднимаюсь в Архызское ущелье. Это Богословское ущелье называется. Место называется 5-1. Это относится к Архызскому муниципальному совету. Мы там находимся посменно. Мы делаем смены. По 10 дней мы находимся. По два человека находятся там на месте у скота. Чтобы ежедневно было наблюдение. Ничего не было никаких там у нас помех, никаких чтобы ушибов у коров, у лошадей не было ничего. Чтобы они возвращались и здоровы, и целы. И для этого у нас находятся там люди. Когда же приходит время возвращать скот домой, фермер вместе со своими работниками организовывает перегон скота по особенному маршруту, который не затрагивает автомобильные дороги. По словам Мурадина, в первую очередь это сделано для безопасности водителей и самих домашних животных. Мы здесь за селом Ермоловка уходим направо, в сторону гора Лысая. Мы не затрудняем никакому движению. Мы идем своим чередом. У нас есть определенная дорога, по которой мы спускаемся и гоним скот. Возвращаемся тоже по этой дороге. Большинство коров в поголовье Мурадина мясной породы. После летнего выпаса они значительно прибавляют в весе. Всё благодаря сочной траве и чистой горной воде. Ну а осенью фермер традиционно реализует мясо. Часть реализуется в Карачаево-Черкесии. Остальное же, как правило, поставляется в соседнюю Кабардино-Балкарию. Стоит отметить, что несмотря на неблагоприятные эпидемиологические условия, в хозяйствах республики в этом году получены высокие надои молока и зафиксирован значительный прирост живой массы животных. Так, в общей сложности аграрии Карачаево-Черкесской республики за прошедший сезон получили более 150 тысяч тонн молока и более 36 тысяч тонн мяса. Таким образом, Карачаево-Черкесия по-прежнему остаётся лидером производства экологически чистой продукции среди субъектов Северокавказского федерального округа. Удобный выезд. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в республике сейчас идут работы по ремонту трассы Невиномыск-Черкеск. Расширенная до четырёх полос, дорога призвана кардинально разгрузить этот участок федеральной трассы. Оценить качество нового участка водители смогут уже к концу нынешнего года. О темпах работ и изменениях, которые нас ждут, расскажет Ринат Ибрагимов. На этом участке федеральной трассы редко случается «Затишье». Это одна из самых оживлённых дорог в республике. Соединяет Черкесск с муниципальными районами, а главное – само Карачаво-Черкесию с другими регионами страны, почему имеет статус федеральный. За час здесь может проезжать до тысячи машин. И дорожное полотно тут подвержено сильному износу. Но дорожники готовы исправить положение. Проводятся работы по устройству уширения дорожной одежды, по уширению земляного полотна и устройству нового покрытия для устройства четырёхполосной проезжей части. Интенсивное движение автотранспорта располагает, что необходимо переустройство по четырёхполосной проезжей части. И устройство четырёхполосной проезжей части обеспечит безопасный и комфортный проезд автотранспорта, как и жителей КЧР, и гостей. На каждом этапе строгий контроль качества. Сам ремонт предполагает укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона, долговечного материала, который обеспечивает необходимое сцепление колёс дорожным покрытием. Одно из главных преимуществ новой дороги – её значительное расширение. Четыре полосы вместо двух. Всего на этом участке трассы будет уложено 14 километров асфальтобетона. На данный момент выполнена укладка с 7,5 километров асфальтобетона в два слоя. Дальше нам предстоит финальное завершение третий слоя асфальтобетона и также отделочные работы согласно ОДМ и правилам. То есть установка барьерного ограждения, установка перильного ограждения, тротуары, остановочные карманы, остановки. Всё это мы будем производить, все эти работы будут выполняться. Бригада дорожников приступили к работе ещё весной. Сейчас уже полностью отремонтировано около пяти километров дороги. Погода пока не мешает. Единственная проблема – небольшие заторы из-за работы спецтехники, которую приходится терпеть водителям. Но это, как признаются автовладельцы, мелочи. Дорога была очень узкая, двухполосная. Сейчас же четыре полосы, машины очень свободно ездят. Дорога была просажена, просадки большие были. Сейчас идеально ровное полотно. Я надеюсь, что очень скоро все дороги нашей республики приобретут такой достойный вид. Ремонт дороги идёт в течение всего светового дня. Благодаря чему подрядчики надеются без потери качества завершить работы даже раньше намеченного срока. Ринат Ибрагимов, Роман Нагаев, Архыз, 24. В ауле Учкикен подходит к завершению масштабная реконструкция местного дома культуры. На его капитальный ремонт было выделено более 30 миллионов рублей. Сейчас в ДК идёт замена системы отопления и отделка стена. Также ведутся работы по оформлению сцены и зрительского зала. Когда обновлённый ДК откроет двери, выяснял наш корреспондент Анзор Курбанов. Народный ансамбль Мингитау с зажигательными выступлениями покорил сердца зрителей как в Карачаево-Черкесии, так и во многих других российских регионах. Все репетиции ансамбля проходят под чутким руководством опытных балетмейстеров. А стены актового зала Учкикенского ДК уже давно стали как ротные, хотя за долгие годы успели обветшать и требовали ремонта. Впрочем, ремонт по программе нацпроекта «Культура» не заставил ждать. И скоро в ДК вдохнут новую жизнь. Весь коллектив наш ждёт, когда закончится реконструкция нашего зала. нашего здания, полностью районного дома культуры. Зал нуждался в реконструкции. И вот, наконец, когда полностью весь ремонт закончится, мы начнем полноценно работать в светлом большом зале. Сейчас мы работаем, репетируем в здании хореографической школы. Дизайнеры и архитекторы, обновляя фасад здания и лепнину на стенах, постарались сохранить дух старого ДК. Сейчас все черновые подготовительные работы завершены. Укреплены оборные балки и стены. Ремонт выходит на финишную прямую. «Основные работы по штукатурке, по проводке, работа закончена. Вот уже остаются внутренние малярные работы и работы сцены в зале. Работы по дереву остаются». Также рабочие приступят к прокладке тепловых сетей. Ввиду солидного возраста и большой площади здания, старые батареи не могли его толком прогреть. «По плану у нас тоже проходит отопление, полная замена отопительной системы Дома культуры. Это нас очень даже радует. У нас были всегда проблемы с отоплением. Это очень радует, что у нас будет новая отопительная система. Но по окончании реконструкции Дом культуры будет сдан по всем новейшим технологиям. Сдача пожарной сигнализации – это обязательно». Замороженные на два месяца в связи с пандемией ремонтные работы уже подходят к завершению. И к концу года в здании ДК Малокарачаевского района снова закипит культурная жизнь. Анзор Курбанов, Олег Молхожев, Архыц-24. «Спорт – норма жизни». Именно так называется федеральный проект, в рамках реализации которого в Черкесске до конца этого года будет построено пять спортивных площадок. Одну из них уже очень скоро откроют в микрорайоне «Юбилейный». А пока местные школьники занимаются физкультурой на приспособленной площадке перед зданием школы. Наша съемочная группа оценила ход работы. Урок физкультуры учеников средней школы номер 12 – один из самых любимых. Жаль только, что условия тут для него не совсем подходящие. Руслан Малсугенов преподает в этой школе уже шесть лет. И все это время вместе с детьми занимается на приспособленном пришкольном участке площадью чуть больше 150 квадратных метров. Ни специального покрытия, ни необходимого инвентаря на этом крохотном кусочке земли не установить. А потому приходится искать выход из ситуации самостоятельно. Своими силами почти, материалом помогли. Мы сами, своими руками вот здесь организовали эту площадку. Конечно же, и площадь не позволяет. Даже вот этот, что мы играем с детьми в волейбол, не хватает. 9 на 9 площадка у нас, 9 на 18, но здесь гораздо меньше. Ну, для детей, чтобы просто им дать понятие о волейболе, футбол, мини-футбольное, вы видели, наверное, там тоже сварили какие-то ворота. Сделали вроде по стандарту. Но площади, опять же, там в два раза, наверное, меньше, чем, ну, в пол раза точно меньше, чем стандартная, даже минимальная, да, площадка. В далеком 2006 году на территории школы планировали построить отдельный спортзал. Даже стены возвели. Но в итоге стройка заморожена уже 14 лет. Потому появление в поселке новой спортплощадки обещает стать большим событием. Тем более, что она будет универсальная. С прорезиненным покрытием, специальной разметкой и освещением. А посещать ее смогут все желающие. Мы не с терпением ждем эту площадку, чтобы наши дети развивались, играли. Потому что здесь, в данной школе, у нас маленький участок. А там хоть дети наши будут с удовольствием развиваться и заниматься спортом. Если бы у нас была такая площадка, я думаю, что и подростки все бы занимались бы спортом и с удовольствием туда ходили бы. Как обещают представители мэрии Черкеска, спортивная площадка будет готова к концу ноября. На участке площадью почти 2000 квадратных метров уже выполнен значительный объем строительных работ. На данной спортивной площадке уже выполнены работы по вертикальному планированию земельного участка. Выполнены земляные работы. Завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси под резиновое покрытие. Выполняются работы по установке столбов для дальнейшей установки ограждения. Всего в городе Черкесске до конца 2020 года появится пять таких площадок. Их строительство стало возможным в рамках реализации нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Золотая осень Карачао-Черкесии на радость жителей и гостей региона затянулась до конца октября. Теплая сухая погода, отсутствие осадков, обилие солнца. Туристы не упускают этот красочный период. Они огромным потоком устремляются на известные курорты Домбай и Архыз, чтобы поймать, возможно, последние в этом году лучи летнего солнца в исполнении осени. Как прекрасен Архыз сейчас, чем он манит туристов и безопасен ли он с эпидемиологической точки зрения, расскажет наш корреспондент. Осень в Архызе – это удивительное время. Хрустально чистые реки, голубые ледники и звенящий воздух – всё это можно найти в этом небольшом уютном посёлке. Ну а для любителей активного отдыха здесь представлен самый широкий выбор развлечений. Рашид Колобеков ежедневно встречает туристов из разных уголков России и по их желанию подбирает им экскурсии, конные прогулки и поездки по разным маршрутам на квадроциклах и не только. По словам гида, осень – самая красочная пора в Архызе. Золотисто-бурые лиственные леса, вечная зелень хвойных, небесная синева высокогорных озёр и рек. Эти природные оттенки остаются в сердце и памяти приезжих и манят их сюда вновь и вновь. У дальних окрестностей Архыза имеется более 75 озёр. Они сосредоточены в высокогорной зоне на высоте от 2000 метров над уровнем моря. Осенний трекинг является всё таким же актуальным, как и летний трекинг. Единственной преградой между достопримечательностью и туристом может стать только лишь первый снег, который местные жители начинают ожидать только лишь в конце ноября. Архыз осенью не теряет свою актуальность в плане экскурсионной деятельности до самой поздней осени. Особой популярностью осенью пользуются туристические маршруты и экотропы. Так, однодневные туры на водопад Белый, Семицветное озеро или к озеру Бездонное отлично подойдут для любителей красивых осенних пейзажей. Ну а для самых активных – рафтинг, конные прогулки и квадроциклы. Мы в Архызе второй раз. В этот раз мы решили побывать на Софийских водопадах. Ездили на Софийские озера. Очень понравилось. Круто, очень красиво. Потом фотографировались. Здорово. Свежий воздух, красота, горы. До этого были зимой. Ну, зимой тоже своё. Но вот осенью безумно круто. Да, мы были ещё на рафтинге. Нам тоже очень понравилось море впечатлений. Какой-то адреналин. Очень красивая природа. Ну а любителей более спокойного отдыха порадуют и самые простые прогулки по осеннему лесу или поход на местный рынок. На самом деле очень много впечатлений положительных. Бывали летом, бывали зимой. Но осень по-особенному прекрасна. Очень понравилось. Какое мы были? В озеро Семицветное побывали. Очень классно, очень красиво. Так как мы не любители экстремального отдыха, типа сплав на лыжах или по реке. Поэтому мы выбрали более спокойный отдых. Размеренный. Мы наблюдаем просто за тем, как живут здесь местные жители. Гуляем по лесам. Не забывают в Архизии про соблюдение мер безопасности, в том числе эпидемиологических. Так практически в каждой гостинице проводится регулярная дезинфекция номеров, специальная обработка поверхностей, а на ресепшене всегда присутствуют маски и санитайзеры. Ну а всем посетителям в обязательном порядке делается замер температуры. Все возможные меры мы предпринимаем. На каждом этаже у нас есть санитайзер. Обязательно дезинфекция и зала, и номеров, и кафе. И также мы проверяем температуру наших гостей. Несмотря на всю обстановку, конечно, люди приезжают так же, как и летом, потому что все меры применяем. И поэтому гости приезжают. Несмотря на сложность с эпидемиологической точки зрения период, поток туристов на курорты Карачаева-Черкесии, в частности в Архиз, сохранился практически на уровне минувшего года. Положительным фактором стали применяемые меры эпидбезопасности, из-за которых отдыхающие не боятся сюда приезжать. А также развитая инфраструктура и доступные цены на услуги. Ну и, конечно же, красивые природные виды были и остаются центром притяжения для тысяч людей со всей страны. Каковы, на наш взгляд, главные события минувшей недели в Карачаево-Черкесии? Все новости грядущих семи дней мы обсудим в следующую субботу. Также 19.30 на канале Архиз-24. Спасибо, что были с нами. Берегите свое здоровье и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова